Сегодня весь мир отмечает День гражданской обороны. В России к этому дню приурочили широкомасштабные учения. Сколько они продлятся и какие навыки будут оттачивать силы гражданской обороны, расскажет Виталий Абрамов. В октябре 2016 года в Дальневосточном федеральном округе прогнозируется нарушение на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также на трассах автобильного движения в результате снежных заносов, возникновение аварий, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пассажирского транспорта. Именно с таких страшных, на первый взгляд, вводных и началась сегодняшняя четырехдневная тренировка органов управления сил и средств гражданской обороны. За это время будут отработаны современные принципы и подходы защиты населения и территории от крупномасштабных ЧАЭС природного и техногенного характера. К примеру, проверяются все эвакопункты на предмет оборудованности и готовности к наплыву населения. В этот раз пункт показал свою готовность в полной мере. Они справляются с обязанностями хорошо, все свои обязанности знают. И я думаю, что если это будет режим реального времени, какие-то реальные события случатся, не дай бог, все сработают как положено, как нужно. Также в готовность приводятся стратегические объекты столицы, выставляются посты дозиметрического и химического контроля. Кроме практических навыков с населением проводятся и теоретические работы. Студенты очень живо интересуются гражданской обороной. Они вспоминают противогазы, защитные сооружения, задают очень много вопросов. Кроме того, в течение четырех дней будут отработаны практические действия сил, исходя из учебных вводных. Сформирован новый облик гражданской обороны, главная особенность которого заключается в осуществлении мероприятий по защите населения не только от опасности военного времени, но и от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера в мирное время. Это повышает социальную значимость гражданской обороны, ее востребованность как в стране в целом, так и в нашей республике в частности. Виталий Абрамов, Владимир Павлов, НКСХ, Якутск. Продолжение следует...